МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина. И в этом выпуске. Досрочная отставка и новое назначение. Владимир Путин освободил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева и назначил его в Рио главой региона. С новым домом между Чебоксарами и гордым спутником продолжается строительство нового города. Один из самых молодых государственных праздников. Что ждет чебоксарцев в День России? Главная новость дня. Сегодня президент России Владимир Путин назначил Михаила Игнатьева временно исполняющим обязанности главы Чувашской республики. В указе говорится, в связи с заявлением главы Чувашии о досрочном прекращении полномочий принять отставку Михаила Игнатьева по собственному желанию. Конец цитаты. Этим же указом Владимир Путин назначил Михаила Игнатьева временно исполняющим обязанности главы Чувашии доступления в должность лица избранного главой Чувашской республики. Для того, чтобы идти на второй срок полномочий, надо иметь доверие президента Российской Федерации и доверие жителей Чувашской Республики. То, что я просил президента Российской Федерации о досрочной отставке, она принята, но в то же время я назначен исполняющим обязанности главы Чувашской Республики. Все те полномочия, которые я выполнял, и эти полномочия сполна ответственно я буду выполнять. Для того, чтобы получить доверие избирателей Чувашской Республики, надо ответственно, серьезно работать в поте лица, как слуга народа. И на все те вопросы, которые возникают на наших встречах, мы будем отвечать, реагировать и эффективно выполнять все наши принятые государственные программы. Правительство, как работало, оно будет выполнять свою работу. Отставки правительства по закону не предусмотрено. Как органы власти работали и эффективно взаимодействовали, так и будут работать на благо жителей Чувашской Республики. Эта политическая новость сегодня стала самой обсуждаемой. Это говорит о том, что уважение, доверие Михаила Васильевича выросло. Если взять, например, начало 2010 год, в то время президент страны Михаила Васильевича больно-то и не знали. А сейчас у него авторитет. И то, что он возглавил и столько сделал в Республике, это заслуга главы Чувашской Республики. И поэтому, я думаю, он достойный кандидат и на будущие выборы. Я считаю, что за тот период, как Михаил Васильевич 5 лет руководит нашей Республикой, очень много сделано. Я это вижу как бизнесмен, как депутат. И поэтому считаю, что у Михаила Васильевича в любом случае есть преддверной компанией. У меня у самого идет она, да? Что нужно сконцентрироваться. Все равно нужно больше пообщаться с людям. Для этого, скажем, нужно время. Моя позиция, я поддерживаю Михаила Васильевича. Много сейчас встречаюсь с избирателями, общаемся. И вижу, как и люди его тоже поддерживают. Своё мнение мы уже сложили в прошлом году, в 2014 году на Молгороде, когда Михаил Васильевич сказал, что он планирует в 2015 году, ближе к маю, к июню, подать в отставку. И что это будет значить, что он будет баллотироваться на выборах в сентябре. Вот, когда сегодня мы услышали то, что Владимир Владимирович Путин подписал отставку Михаила Васильевича, то, в принципе, с радостью молодежь, как бы в своих кругах я общаюсь, восприняли этот факт, потому что поняли, что оказано доверие, что мы, Чувашия, и Михаил Васильевич получили доверие на то, что он будет баллотироваться в сентябре на пост главы. На другим новостям. Новый город. Строительство этого микрорайона началось еще в 2007 году. Затем было приостановлено в силу различных обстоятельств. Но по инициативе главы Чувашия Михаила Игнатьева в 2011 году строительство возобновилось. Какие изменения происходят в одном из самых больших жилых массивов в нашем сюжете? Земельный участок на 222 гектара, на котором предусматривается строительство более миллиона квадратных метров жилья. Все это новый город. Уже сейчас здесь возведено 19 жилых домов, а это 57 тысяч жилых метров. В планах на следующий год еще 67 тысяч. Помимо всего прочего, планируется строительство детского сада на 240 мест и школы. Михаил Игнатьев обсудил с руководством Минстрой, городскими властями и застройщиками перспективы реализации проекта «Новый город». Мы встречались и будем встречаться с одной единственной целью, чтобы те вопросы, которые накапливаются у строительных организаций, городским властям, другим организациям, ведомствам, которые занимаются трансформированием энергоресурсов, соответственно, чтобы снимать своевременно все эти вопросы, которые на самом деле являются сдерживающим фактором. Когда даже дома мы построили, соответственно, люди начинают покупать. У нас вопросы по оформлению правоустанавливающих документов как возникали, так и возникают. Прежде всего по сетям, по подключению, ряд других вопросов. Новый город становится все более популярным у чебоксарцев. 60 квадратных метров в Новоюжном районе в обмен на 86 в Новом городе. Именно таким образом улучшила свои жилищные условия семья Портновых. Этот район застраивает тот же самый застройщик, который строил Волжский 3. А Волжский 3 – это район, который себя зарекомендовал в городе. Там достаточно комфортно, кирпичные дома, индивидуальное отопление. То есть все преимущества Волжского 3 я знаю, мы проанализировали при том же самом качестве, тот же самый берег Волги, мы выбрали только по более доступной цене, взять за то больше площади именно в Новом городе. Понимаем прекрасные перспективы застройки этого района, все будет строиться, развиваться. Но мы выбрали именно новый город. Улучшила свои жилищные условия и семья Чебуковых. Еще совсем недавно они жили на съемной квартире. А уже сейчас у них собственные апартаменты. Район очень нравится. Тут новые дома, все новое, площадки детские. В общем, все красиво, удобно. Все красиво, да, чисто. Видно прям, как микрорайон растет. Очень быстро, дома строятся очень быстро. То есть буквально год назад этого дома не было, он уже все готов, с дачи практически уже благоустройство территории идет. Будет тут аллея, будем с детьми гулять. Больше квадратных метров получила и Светлана Убиенных. Ее переселили в новый город из аварийного жилья на поселке Богданка. И сейчас женщина весьма довольна своими условиями. Очень рады, довольны. Там 35 лет жила я, конечно, и все было. Без воды жили, потом отпустили. Но тут уж со всеми удобствами живем. Прямо в новом городе конечная остановка 33 маршрутки. Рядом прилегают все маршруты, которые соединяют Чебоксары и Новочебоксарск. Так что теперь доехать до нового города уже не составляет особого труда. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика. Об изменении с 1 июля этого года тарифов на коммунальные услуги продолжили говорить и сегодня. Специалисты сразу нескольких ведомств провели брифинг для журналистов. Цифры уже определены. Их озвучили вчера на совещании у главы Чуваши. А сегодня специалисты конкретизировали ряд позиций, связанных с установлением предельных индексов. Итак, тарифы на тепловую энергию повысятся почти на 9%, на холодную воду и водоотведение почти на 12%. Городское население будет платить за электроэнергию 2 рубля 80 копеек за киловатт, сельское – 1 рубль 96 копеек. Цена природного газа вырастет на 35 копеек и составит 5 с небольшим рублей. Необходимо отметить, что по данным Чувашстата, по состоянию на 25 мая 2015 года тарифы за коммунальные услуги в республике сложились ниже по сравнению с другими регионами привозка федерального округа. Так, по холодному водоснабжению, водоотведение Чувашской республики у нас находится на втором месте снизу среди 14 субъектов ПФО. По электроэнергии на третьем месте, по цене на природный газ, отопление и горячее водоснабжение Чувашская республика занимает четвертое место. Законодательно изменен подход к тарифному регулированию. С 2016 года под ограничение роста тарифа на конкретные услуги будет осуществляться переход на регулирование, на плановое долгосрочное планирование расходов граждан на оплату коммунальных услуг. То есть ограничение роста тарифа на услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения ФСТ устанавливать не будет, а будет установлен один индекс, индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги. Это будет у нас с 2016 года. В тарифы заложены и инвестиционные программы предприятия, обеспечивающие жителей теплом, водой и электроэнергией. Поэтому в некоторых муниципалитетах, таких как Новочебоксарск, Чебоксары, Лапсарское сельское поселение, тарифы будут чуть выше, чем в среднем по республике. Подробно журналистам рассказали и о субсидиях гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Республиканские стандарты для их расчета увеличились. Вот эти стандарты, они будут учитывать вот этот произошедший рост платы граждан как за жилое помещение, так и за коммунальные услуги. Стандарты будут рассчитаны так же, как и действующие для двух категорий домов. Для жилых помещений отдельно и для многоквартирных домов, в которых проживает большинство жителей республики. Стандарты для многоквартирных домов, хотелось бы напомнить, мы дифференцируем отдельно для тех граждан, которые проживают в муниципальных жилых помещениях. У них в размер стандарта включается плата за найм. И отдельно для граждан, которые проживают в жилых помещениях, которые принадлежат им на праве собственности. Для этих граждан в размер стандарта включена плата за капитальный ремонт граждан. Ну и хотелось бы напомнить, что с августа прошлого года, в связи с тем, что мы перешли на новый порядок оплаты коммунальной услуги по отоплению, стандарты у нас дифференцированы в зависимости от отопительного и неотопительного периода. Мы эти стандарты рассчитываем, а Минздрав их использует уже непосредственно для назначения субсидий гражданам. Сам порядок назначения и предоставления субсидий существенно не изменился, но сумма выросла в разы. Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату коммуналки, рассчитанные исходя из республиканских стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают 22% в соваку-клубном доходе семьи. Следует обратить внимание, что субсидия рассчитывается сроком на 6 месяцев. Однако размер субсидий в течение 6 месяцев не всегда одинаковый. В отопительный период, это с октября по апрель, размер субсидий гораздо выше, чем в неотопительный период, поскольку в неотопительный период, это с мая по сентябрь, отсутствуют расходы на оплату отопления. За истекшие 5 месяцев на предоставление субсидий израсходов свыше 100 миллионов рублей, субсидиями воспользовалось свыше 16 тысяч семей. В бюджете Чувашской республики на этот год на предоставление субсидий предусмотрено свыше 273 миллионов рублей. Данных средств достаточно для предоставления субсидий свыше 20 тысячам семей. Государственная жилищная инспекция ведет постоянный мониторинг платы за коммунальные услуги. В ходе мониторинга мы выявили, что рост платы за коммунальные услуги в жилых помещениях зачастую произошел именно в связи с тем, что произошел переход от порядка расчета платы за отопление равномерно в течение всего года к порядку расчета платы за отопление именно в отопительный период. И, соответственно, сумма платы в квитанциях у населения выросла. Различные меры социальной поддержки предоставляются сегодня каждому четвертому жителю республики. В республику поступают дополнительные инвестиции из федерального бюджета. В частности, речь идет о финансовых вливаниях в дорожно-строительную, природоохранную и туристическую отрасли. На что будут использованы средства в нашем сюжете. Солидный транш, почти полмиллиарда рублей, полагается Министерству транспорта и дорожного хозяйства Чувашии. Средства распределены между двумя направлениями. Предусматривающих осуществление особо крупных и важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов в сумме 191 миллион. Это три объекта по городу Чебоксар. Реконструкция Московского моста с расширением проезжей части до шести полос. 98 миллионов с федерального бюджета. Общая сумма с учетом Дорожного фонда Чувашской республики. 182 миллиона рублей. Второй. Реконструкция автомобильной дороги по Марпосадскому шоссе, где работы ведутся. И третий. Это строительство проекта Айги и двухуровневой транспортной развязки. Проект проспект Айги. Улица Пучика в районе Сугутского моста. Это 43 миллиона. Это федеральный бюджет. И с учетом Дорожного фонда Чувашской республики 117 миллионов рублей. Второе направление. Это развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения в сумме 300 миллионов рублей. Один из самых важных и объемных проектов строительства комплекса по переработке и захоронению твердых бытовых отходов находится в стадии реализации. У него уже вложено порядка 635 миллионов рублей. К первому сентября сумма инвестиций составит 1 миллиард 183 миллиона. В результате реализации проекта будет создано 300 дополнительных рабочих мест. А также предполагается увеличение валового регионального продукта за счет производства продукции историчного сырья. Развитие туризма. В Чувашии предусматривает создание рекреационного кластера «Этническая Чувашия». На его реализацию с федерального бюджета только в марте-апреле поступили свыше 400 миллионов рублей на развитие инфраструктуры, дорожное строительство и освещение. Также при содействии Минкультуры Чувашии и Канарской епархии, Русской Православной Церкви, Некоммерческой Организации Возрождения Духовно-Просветительских Центров Чувашской Республики подготовлена и направлена заявка на сумму 15,6 миллиона рублей на участие в реализации федеральной целевой программы «Укрепление единства Российской Нации и этнокультурное возрождение». Заявка поддержана. И в 2015 году 15,6 миллионов финансовых средств мы получаем. Эти средства будут направлены на реконструкцию объекта культурного наследия регионального значения в здании бывшей учительской семинарии 1915 год, город Канаш. Предусмотрены дополнительные средства и на реставрацию таких исторических объектов, как Дом крестьянина, Веденский собор в Чебоксарах, Тихвинский женский монастырь в Цивильске. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Состояние асфальтового покрытия чебоксарских дорог часто вызывает справедливые нарекания со стороны жителей. Полотно ремонтируется ежегодно, но лучше становится ненадолго. Основная причина – несоблюдение технологий при производстве ремонтных работ. В этом году чебоксарские власти всерьез взялись за недобросовестных подрядчиков, которые теперь выполняют дорожные работы за свой счет. Глава городской администрации Алексей Ладыков вместе с группой независимых экспертов посетил сегодня участки, где ведутся повторные работы по ремонту асфальтового покрытия. Вот это был один из участков. Общая сумма – 11,5 миллионов рублей по контракту. В итоге весной дорога практически развалилась. Тем не менее, эта дорога на гарантийном обслуживании. И вот подрядчик полностью за свой счет выполняет капитальный ремонт этой дороги. Все работы по восстановлению полотна должны быть завершены ко дню республики. Подрядчик обещал сделать все в установленные сроки. Причем ход ремонта теперь контролирует независимая экспертная комиссия. На всех участках, которые подвергаются капитальному ремонту этого года, везде присутствуют специалисты стройконтроля, которые осуществляют как входной контроль, так и лабораторный. Одной из причин разрушения дороги, по словам главного инженера ООО «Стройдоркомплекс», стала поставка некачественного асфальтобетонного покрытия. Оно было заказано у известной фирмы, однако оказалось плохого качества. Предварительно мы согласовали весь рецепт с подрядчиком. Мы предоставили этот рецепт источнику асфальтобетона. Когда мы проверяли на входном контроле инертные материалы, оно соответствовало. Но после этого мы начали получать асфальт. И получилось так, что нам, ну я это так подозреваю, что применили не тот щебень, не той фракции, ну и щебень, не с того карьера. Что ж, есть надежда, что после ремонта за свой счет подрядчик станет внимательнее относиться и к качеству щебня, и к соблюдению технологии укладки асфальта. Гарантийная служба обновленных дорог составляет 5 лет. И все это время подрядная организация будет нести ответственность за качество выполненных ими работ. Екатерина Абрамова, Алена Алтухова, Александр Петров, Республика. 10 июня в 18 часов состоится открытая встреча главы города Чебоксара Ленинда Черкесова, главы администрации Алексея Ладокова и руководители министерств и ведомств. Жителями мясокомбинатского проезда в столице республики на встрече будут обсуждаться вопросы строительства нового микрорайона Кувшинка. К другой теме. Следственное управление Следственного комитета России по Чувашии возбудило уголовное дело по факту отравления детей в Новочебоксарской спортивной школе. Семеро юных спортсменов из Нарафаминска были госпитализированы в инфекционное отделение городской больницы. На данный момент здоровью детей ничего не угрожает. В целях установления всех обстоятельств произошедшего у детей отобраны необходимые анализы, которые направлены на соответствующие медицинские исследования. Также специалистами изъяты пробы пищи и воды, которые направлены на химические исследования на предмет наличия либо отсутствия возбудителей какой-либо инфекции. Принимаются необходимые меры по установлению причин ухудшения самочувствия детей, а также по уточнению диагноза заболевания, с которым они были доставлены в лечебное учреждение. Продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства следственного управления. 12 июня в стране отмечают День России. В столице республики хотят сделать праздник грандиозным и запоминающимся. В парке 500-летий на Красной площади жителей и гостей столицы ожидает концертная программа, развлекательный конкурс и выставка мастеров народного творчества. В качестве основного события на главной сцене 12 июня пройдет церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации. Помимо главных площадок празднования задействованы центральные улицы, города, дворы и муниципальные учреждения. Как никогда мы здесь должны провести его массово, организованно, патриотично, интересно, ну и празднично. Сделать горожанам, ну и жителям, гостям столицы Чувашской республики праздник. Мы говорим, что в городе запланировано более 40 общегородских мероприятий. Ну вот мы здесь главным районом говорили и более 40 мероприятий во дворах. Что же это за праздник День России? Что он означает для жителей республики? С таким вопросом мы сегодня обратились к Чубоксарцам. День России, ну это праздник нашей страны. Праздник, который объединяет весь наш народ, всех наших людей, все наши национальности, которые проживают в нашей стране. Праздник, который объединяет нас и делает сильными. День становления государственности, по-моему, так, для меня. Очередной выходной, чтобы посидеть с друзьями, отметить. День России, а так день как день. Загород, шлискеем очень такое. Да праздник единства нашей страны. Мы счастливы, что мы живем в России и очень горды нашей страной. День России, ну национальный праздник, праздник всего государства. Хорошо, а почему отмечаем? 12 числа не помнится? Нет, я не помню. У меня мысли о другом. Мы задаем экзамены, так что у нас мысли только о экзаменах. Вот я знаю День России, все. Ну, конечно, это хороший праздник, это день нашей страны, любимой страны. А выборы были Ельцина и сделали День России. Итак, то, что 12 июня мы отмечаем один из самых молодых государственных праздников под названием День России, вспомнили все опрошенные. А вот о том, что в этот день, в 1990 году, первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции, россияне, судя по всему, подзабыли. Тем не менее, смысл праздника, который с далекого 1990 года не изменился, наши соотечественники понимают. И это главное. Какие праздничные мероприятия ожидают жители и гостей столицы 12 июня? Смотрите в нашу афишу. Массово исполнить российский гимн, посетить уроки игры на гуслях и гитаре, познакомиться с обрядами народов, проживающих на территории России, нарисовать самые известные уголки нашей Родины и завести пушистого питомца. Это не только смогут сделать жители и гости столицы Чувашии. Горожан ждут концертные программы, которые пройдут по всем Чебоксарам по традиции. Основной площадкой станет Красная площадь. Там будут организованы интерактивные конкурсы и программы, различные розыгрыши и акции. В завершении праздника со сцены выступят молодежные коллективы и группы. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашия. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин